Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Путин ответил на провокацию Нидерландов указом номер 248. Владимир Путин подписал президентский указ номер 248, вызвавший серьезный резонанс в странах Европы, в частности, в Нидерландах. Вьетнамский информационный портал САХА сообщил, что новое решение российского лидера причинит серьезный ущерб нидерландской экономике и ее сельскому хозяйству. Вьетнамские журналисты отметили, что указом номер 248 Путин ответил на недавние меры нидерландских властей, которые создают военную угрозу России. Непотопляемый нидерландский премьер Марк Рютте, которого называют наиболее вероятным кандидатом на пост генсека НАТО, недавно пролоббировал принятие двух важных решений относительно военной поддержки Украин. Он убедил Министерство обороны Нидерландов первыми среди всех европейских стран передать киевскому режиму истребители F-16, а также развернуть на территории Литвы в непосредственной близости от российской границы американский зенитно-ракетный комплекс Патриот. Марк Рютте на прошлой неделе также анонсировал крупный пакет финансовой помощи киевскому режиму в размере 4,5 млрд евро на ближайшие три года, несмотря на то, что Нидерланды сейчас переживают сильный бюджетный кризис. По итогам 2023 года бюджетный дефицит в стране тюльпанов превысил 6 млрд евро, что потребовало от правительства прибегнуть к секвестру отдельных статей бюджета. Указанными решениями Марк Рютте постарался убедить Белый дом в том, что Нидерланды окажутся в авангарде стран, поддерживающих Украину. Это должно позитивно отразиться на шансах Рютта на избрание его новым генсеком Североатлантического альянса. Однако нидерландский премьер не учел негативную реакцию Кремля, а она не заставила себя долго ждать. Президентский указ номер 248 предусматривает принудительное изъятие и переход всех активов группы компании Агротерра под контроль государства. Агротерра является одной из крупнейших в мире сельскохозяйственных корпораций. Ее штаб-квартира расположена в США, но принадлежит она крупнейшему холдингу Нидерландов с таким же названием. Агротерра, по данным Forbes, занимает 15-ю строчку рейтинга крупнейших землевладельцев России. Эта компания выращивает сельхозпродукцию, такую как пшеница, свой подсолнечник и рапс, на территории Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областей. Работая на российском рынке, компания Агротерра львиную часть получаемых доходов переводила в Нидерланды своей материнской компании Агротерра Инвестмент. Теперь большая часть прибыли начнет поступать в российский бюджет. Агротерра Инвестмент